Звуки природы Шумы города Наши разговоры Особенно сейчас Когда В основном все Видеофильмы Держатся на диалогах На монологах Очень много слов И это не всегда хорошо Ведь кино это прежде всего Изображение А звук должен Только его дополнять Это изображение Пояснять непонятные моменты Где-то Дополнять Какие-то характеры человека Его Какие-то характерные черты И прочее И прочее А сегодня Я вам Немножко расскажу О том Как Работать со звуком В различных Жанрах Кино В документальном Мировом Клипе И Дам просто Несколько Добрых советов Итак Ну мы Очень много С вами снимаем Документального Кино То есть Какую-то Метовую хронику Наши семейные Фильмы Что-то мы Это самое Снимаем Может быть На работе Может быть На отдыхе Еще где-то То есть Чисто Документальное Кино И Когда мы Снимаем Документальное Кино То лучше всего Если все Естественные Шумы Которые Присутствуют В данном Месте В данный Момент Будут Звучать Фильмы Если Какие-то Появляются Ненужные Звуки Это Всегда Можно Убрать В общем-то Это позволяет В принципе Любой Видеоредактор Где Также Есть Звуковая Дорожка И Возможность Работать С этой Звуковой Дорожкой А если Вы Хотите В своем Документальном Кино Снять Какое-то Интервью Или Может быть Просто Даже Выступление Своего Малыша Там Может быть Ну Любое Короче Выступление Неважно Кого То Конечно Желательно А Если Вы Хотите Показать Еще Где-то Дальше То Это Просто Обязательно Нужно Пользоваться Выносным Микрофоном Ну Микрофоны Бывает Разный Бывает Тационарный Микрофон Который Можно Поставить На стол Там И Если В вашей Камере Есть Гнездо Подключения Микрофона То Конечно Идеально Если Это Будет Прямо Записано Во время Съемки Если У вас Нет Такого Гнезда В вашей Камере Тогда Запишите В любом Опять же Уже В звуковом Редакторе Или Или просто Даже Диктофон Вашего Может быть Телефона Или еще Как-то То есть Запишите Постар Постарайтесь Телефон Мы не сможем ничего понять, а главное, это уже будет не такое, наверное, качественное звучание с посторонними шумами. Теперь поговорим о игровом кино. Игровое кино – это, конечно, уже совсем другой жанр, который позволяет вам сделать всё так, как вы хотите. Ну и, конечно, в игровом кино огромную роль играют диалоги, монологи ваших героев, и нужно, чтобы они были записаны качественно, чтобы у зрителя не возникало никаких, так сказать, раздражения от того, что он что-то не услышал, что-то ему непонятно, что-то ещё, чего, может быть, ключевые как раз слова будут не расслышаны, не... Здесь, конечно, в идеале хорошо иметь какие-то высококачественные приборы записи звука, которые будут синхронно записывать звук параллельно с вашей съёмкой. Если такого возможности у вас нет, то желательно, конечно, после съёмки, когда уже ваш фильм будет смонтирован, и всё-таки вы же игровой фильм, так что ваши герои всегда могут самих себя переозвучить, то есть записать отдельно уже без видеокамеры, записать все эти диалоги и монологи, и потом синхронизировать их во время монтажа. Об этой программе, которая позволяет синхронизировать звук на компьютере, я вам скажу попозже. И в звуковом кино, то есть в игровом кино, конечно, важную роль играют дополнительные шумы, которые вы также можете использовать из какой-то библиотеки вашего видеоредактора, либо найти их в интернете, либо, ну, если понадобится, сделать уже самим, хотя в интернете есть огромные библиотеки шумов и различных звуков, которые вы можете вставить в фильмы, да и нужно их вставить, чтобы усилить какой-то или пояснить какой-то момент в вашем игровом фильме. Теперь отдельно хочу говорить о фоновой, так называемой, музыке в вашем фильме, будь то документальной или игровой фильме. Так вот, на наши фестивали мы не принимаем фильмы, если фильм озвучен песней на иностранном языке. Если в этом нет какой-то острой необходимости, и если это у вас не видеоклип, то такую песню в свой фильм вы лучше не ставите. Объясняю, почему. Иностранная песня требует перевода. О чем там поют? Уже сами вы иногда, может быть, четко не знаете, о чем поют, так сказать. Да, хорошая песня, хорошая мелодия, она вам нравится, и вы хотите вот ее вставить в свой, так сказать, фильм. Ну, вы должны знать, о чем там поется. Потому что вот на моей практике был случай, когда еще в 90-е годы, когда только у нас начались какие-то культурные обмены с зарубежными кинолюбителями. К нам приехала большая группа кинолюбителей на фестиваль. И там был довольно серьезный фильм, где наши ребята подложили фоновую музыку, песню на иностранном языке. И я очень удивился, когда наши зарубежные коллеги стали вдруг улыбаться, а некоторые даже смеяться, в довольно серьезном фильме. Когда я их спросил, в чем же дело, мне через переводчика объяснили, что эта песня, в общем-то, довольно фривольная, там используется ненормативная лексика, ну, и, в общем, песня не о том, о чем говорилось в этом довольно серьезном фильме. Вообще, использовать фоновую музыку нужно очень-очень осторожнее. Вы должны понять, что лучше шумы, лучше какое-то естественное звучание природы, чем просто понравившаяся вам мелодия. И вы здесь должны все-таки быть немножко композитором, чувствовать темпо-ритм фильма, и в соответствии с этим темпо-ритмом откладывать уже ту музыку, которая бы, наверное, более подходила характеру этого фильма, его, так сказать, настрою, будем говорить так, и создавала ту нужную атмосферу, которую присутствует в этом фильме, который создает то изображение, которое вы снимаете. А если она будет диссонансом, так сказать, с изображением, то вы и не улучшите свой фильм хорошей мелодии, а сделаете только хуже, и Рикетт будет раздражен тем, что он слышит ну совершенно не в том настрое звучащую мелодию, которую создает изображение. Вот буквально сейчас я был в жюри одного фестиваля, и, так сказать, ну, кратко я фильм рассказывать не буду, заключительный сюжет, мультипликационный фильм, Зайцеву подарили барабан, Зайц как бы начинает на нем играть, но почему-то вместо барабана он у нас звучит вальс. И на этом фильм заканчивается. Так зачем подарили Зайцу барабан? Вот. Поэтому такие вот, как говорится, ляпы со звуком, они не только способствуют, так сказать, лучшему восприятию вашего, так сказать, произведения, а наоборот будут отрицательно влиять на его, так сказать, оценку зрителя. И я понимаю, что не все мы музыкально грамотные, понимаю, что мы не композиторы и даже не звукорежиссеры, но, тем не менее, если уж вы снимаете кино, если вы снимаете фильмы, то надо больше слушать музыки, понимать, немножко разбираться в жанрах и чувствовать, какая, все-таки по настроению вашего фильма, музыка подходит к вашему, так сказать, фильму. Отдельно я хотел бы сказать про видеоклипы, которые кинолюбители довольно часто тоже снимают. Есть клипы, будем говорить так, авторские, где автор либо свое произведение, либо какое-то чужое произведение, ну, будем говорить так, там сам, может быть, играет на чем-то и сам же исполняет. То есть такой авторский клип. И что такое клип? Само даже название клип должно вам подсказать. И сейчас, так сказать, имеет, будем говорить так, негативное даже какое-то восприятие фильма, если говорят, что в этом фильме клиповый монтаж на современном поколении. Клиповое сознание. Что такое? Значит, какое-то короткое нарезка, резко меняющиеся планы, резко меняющийся сюжет, а в клипе чаще всего сюжета и особо и не бывает, либо бывает так, что вы стараетесь где-то подобрать изображение, которое соответствовало бы настроению вашего клипа. Может быть, дополняло тут все-таки песня, которая звучит в клипе, она имеет какую-то тоже, о чем-то рассказывает. И вот если, так сказать, изображение дополняет, а может быть усиливает, или наоборот, к какому-то контрапунктам его как-то играет на этот клип, ведь в кино что самое главное? Чтобы оно было интересно, а тем более в клипе. Хорошая мелодия, хорошо поет, значит, исполнитель. И если еще это будет дополнено каким-то хорошим, так сказать, изображением и соответствующим жанру той песни, какая звучит, еще и дополняет, еще может быть и с помощью изображения сделать какую-то историю, которая соответствовала бы этой песне, тогда это будет интересно, это будет интересно зрителю, и такой клип, конечно, хочется, может быть, смотреть и не один раз. Вот, наверное, так, вкратце мы сегодня поговорили о звуковом сопровождении фильма. конечно, это, будем говорить, такой поверхностный немножко рассказ, но тем не менее, может быть, он вам поможет при создании ваших, так сказать, краткометражных фильмов. и в дополнение могу сказать, что, значит, маленький еще такой будет мастер-класс по освоению и обработке голоса, в общем-то, в знаменитом аудиоредакторе который можно, в принципе, использовать не только при создании фильмов, но и просто для создания каких-то звуковых дорожек, звуковых, может быть, каких-то просто для обработки своих звуковых записей. Ну вот, наверное, на сегодня и все. Сейчас маленький мастер-класс по обработке голоса в аудиоредакторе. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вас научу, как обрабатывать аудиофайлы быстро, и это, в принципе, довольно просто. Работать мы сегодня будем с программой Adobe Audition версия CS6. для того, чтобы поработать с этой программой, я подготовил файлик, который вы можете скачать. Называется Zoom001. Перетаскиваем его в окно программы, и мы видим наш какой-то звук, наш текст. Послушаем. Мы лечимся Минском с тобой, когда нам особенно больно, когда нас друзья предают. Это стихотворение, которое я зачитал, в котором есть ошибки, а в частности, первое, что удобно сделать, это несколько погромче все сделать, для того, чтобы не напрягать слух или соседей. Мы видим, что у нас есть какие-то тут волны. Это говорит о громкости нашего звука. Чем выше график, волна, тем громче наш звук. В частности, давайте послушаем, что это у нас за три такие всхлипа. Это вообще какой-то стук. Его можно удалить. Выделяем, нажимаем мышкой и держа и нажимаем Delete. Почти как в обычном текстовом редакторе, например, Word. Дальше. После того, как мы удалили явный какой-то пик, явно то, что не нужно, нам нужно сделать погромче. Для этого мы заходим в Favorites и Normalize to минус 0,1 дБ. Наша волна стала побольше. Что такое децибелы? Децибелы это громкость. Они показаны у нас справа. Мы можем менять масштаб, если сделаем вот так или вернем обратно. Минус 0,1 то есть говорит о том, что мы в данном случае сделали так, чтобы максимально доходило до 0,1 дБ с минусом. Вот тут все у нас с минусом. Дальше. Слушать теперь будет намного приятнее. Первое, что нам нужно сделать, это удалить все ненужное из записи. Этим мы с вами и займемся. Слушаем начало. Нажимаем пробел для прослушивания. В самом начале у нас ничего нет, поэтому мы просто это выделяем, нажимаем Delete. Мы лечимся минском с тобой, когда нам особенно больно, когда нас друзья предают его любви нам нам довольны его любви. Смотрим, что я не выговорил одну строчку. Соответственно, мы смотрим его любви на... Кусочек, который я не выговаривал, мы просто выделяем примерно, откуда начинаются слова докуда, нажимаем Delete. Проверяем. Я предают его любви нам довольны. Как будто так и было. Идем дальше. По старым камням мостовой мы спустимся к парку детства, где ивы шумят над водой. Нет лучшего в мире средства Си. Так, посмотрим, что лучше. Лучшего в мире средства. Предлагаю сделать вот так. Лучшего в мире средства Си. Обратно удалили просто лишнее. Идем пирожок на углу. Доедем по проспекту Дагума, а после укроемся в сквере от городского шума. Шума. Концовочку можно просто удалить. Тут у нас ненужные всхалипы. Итак, мы сделали какую-то часть работы. Дальше. А для того, чтобы наш голос звучал получше, можно перевести его в моно. я записывал в стерео режиме два микрофона, но голос должен звучать обычно в записях строго по центру, поэтому мы нажимаем Favorites и Convert to Mono. Тем самым нам будет немножко проще работать, качество никак не ухудшится при этом. Итак, мы видим, кое-когда я говорил громко, кое-когда тихо. Например, друзья. Нужно как-то попытаться уравнять громкость. Это можно делать руками, в частности, для того, чтобы сделать какой-то кусочек громче, тише, можно его выделить, и сверху появляется панель громче, тише. Но мы отменим Ctrl-Z. Для того, чтобы нормализировать громкость, существуют так называемые эффекты амплитуды в аудишене и выберем Single Band Compressor. Что тут за несколько ползунков? Первый ползунок говорит о том, что компрессор будет уменьшать громкость, когда мы выходим за какой-то уровень. Мы можем взглянуть слева, что у нас сделаем масштаб побольше, у нас основной голос примерно в минус 12 децибел вписывается, минус 15 точно. Соответственно, все, что выше, нам нужно ужимать. Поэтому мы заходим еще раз эффект Amplitude and Compression и Single Band Compressor. Compressor. Дальше Threshold. То есть уровень, после которого мы будем уменьшать что-то, это минус 15 примерно. Дальше Radio. Это насколько мы будем уменьшать наш звук при каждом децибеле. То есть если мы поставим 2 к 1 можно вводить руками, то тем самым минус 15 у нас громкость еще не будет трогаться, минус 14 когда у нас будет громче, то эта разница уменьшится в 2 раза. То есть после обработки будет минус 14 с половиной. Или если у нас не минус 15 а громкость стала минус 10 то станет минус 12 с половиной. То будет делиться на 2. я предлагаю поставить рейтио где-нибудь около 4. Сильно большое ставить не нужно, потому что динамика в голосе совсем пропадет. А так это в миллисекундах сильно на этом не застряем внимания можно ставить 0. Рулиз от полусекунды до пару секунд можно ставить и output gain можно поставить в принципе для начала 0. Потом нормализировать. и прослушать от городского шума. Это у нас выключатель, что мы слушаем уже после того, как все это применится. Давайте нажмем apply. Вернем масштаб какой был. Посмотрите, что у нас произошло. У нас все стало красивенько и примерно одного уровня. Теперь если мы выберем favorite и normalized to минус 0. 1 дБ у нас все будет очень красиво и примерно с одинаковой громкостью. Мы лечимся минском с тобой, когда нам особенно больно, когда нас друзья предают, его любви нам довольна. По старым камням мостовой мы спустимся к парку детства где и и вышу. А когда мы проигрываем трек, нас друзья предают, главное, чтобы не было красноты вот тут где я показываю. Иначе у нас звук при этом сильно искажается. Мы можем эту красноту сделать искусственно, если выделим любой кусочек и сделаем очень громко. тем самым слушайте ют его любви нам довольна. Голос ужасно искажается, потому что мы вылазим за необходимую громкость. То есть всегда смотрим, чтобы тут ничего не было красноты никакой. Ее никогда не будет, если мы нажимаем favorites и normalize то минус 0,1. Оно все выравнивает и красноты никакой не будет. Желательно, чтобы наш голос был погромче. Для этого мы можем нажать favorites hard limit to минус 0,1 децибела. Мы видим, что все стало немножко громче. И придают его любви нам довольна. Когда критична громкость, а это почти всегда, чтобы погромче было на какой-то аппаратуре, мы просто нажимаем финально эффект, точнее favorites и hard limit to минус 0,1 децибела. И у нас будет все громко. Далее осталось сохраниться. File Save As нажимаем и тем самым мы сохраним наш звук, над которым мы с вами работали. Например, я наберу Final. Так, так, так. Можно оставить формат Wave или выбрать популярный MP3 с качеством максимальным 320. Окей. Окей. мы сохранились, теперь проверяем. Вот наш финал есть. Мы лечимся в Минском с тобой, когда нам особенно больно, когда нас друзья предают. Спасибо большое, что слушали мой урок. Скачиваем, тренируемся. Удачи всем и качественного звука. Спасибо.